Самире чуть больше двух лет. В отличие от своей сестры-близняшки, которая уверенно бегает по дому и улице без посторонней помощи, малышка с трудом приступает на левую ногу и сильно хромает. У нас рождённая косолапость третьей степени. Когда они рождались семимесячными, нам тогда ничего не сделали, подождали мы год. Потом в год нам сделали операцию. После операции нам гипс поставили. Потом, я смотрю, где-то уже март месяц, у нас ножка уже привернута опять на другую сторону. Ну, пошла у нас. Когда мы до операции, что было, вот пошла у нас. Произошёл рецидив косолапости. Стопа снова подвернулась внутрь. Девочка устает при ходьбе, просится на ручки. Врач, который её лечил, сказал, нужна ещё одна операция и опять под общим наркозом. Врачи из Казани рекомендовали лечение другим методом. Мы рекомендуем лечение методом понести. На сегодняшний день это самый эффективный способ исправления косолапости. Быстрый и малотравматичный. Лечение строгоэтапное. Оно состоит из гипсования, ахилотомии, рассечения укороченного сухожилия и небольшой операции на мышце. До пяти лет ребёнок должен носить специальную ортопедическую обувь. Это предотвратит рецидив. Стоимость лечения 154 840 рублей. Для помощи Самире отправьте на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом «Дети». Стоимость одного сообщения 75 рублей. А владельцы айфонов и телефонов на платформе Андроид теперь могут привести пожертвования через мобильное приложение. Другие способы помощи на сайте РУСФОНДА. Иван Швецов, Кирилл Дашевский, Вести, Кировская область, Малмыш.